У меня есть один знакомый, у которого фобия капель воды. Но странное в том, что он спокойно может смотреть на то, как идет дождь или на море, но когда хотя бы капля воды капает на его руку или еще на что-нибудь, то он начинает чувствовать то, что он захлебывается и тонет. Причем в этот момент он понимает, что вода ничего страшного ему не сделает, но все равно он не понимает, откуда берется этот страх. Люди по всему миру болеют еще множеством странных фобий, которые вы наверняка знаете. Но есть один страх, который всех нас объединяет. На данный момент он является самым сильным страхом. Это страх неизвестности. Поэтому если вы испытываете дискомфорт при просмотре этих картинок, то это вполне нормально. Наверное, так же, как боятся смерти, ведь, пожалуй, это самая большая неизвестность. Ее парадокс в том, что она наступает только, когда заканчивается жизнь. Тогда почему мы ее так боимся, если при жизни мы ее не встретим? Добрый день, мои дорогие копатычи. Как вы успели заметить, небольшие изменения. Ну а пока вы оцениваете эти изменения, мы прогуляемся по коридорам вашего сознания. Что именно в вашем мозге создает страх? Как лично у меня случился приступ панической атаки. Может ли стать психическая травма летальным исходом? Почему, если страшные видео нас так пугают, мы все равно продолжаем их смотреть? Как видит мир шизофреник? Можно ли вообще отключить страх? Илюша вместе со своей компанией Neuralink вживил первый в мире чип в голову, прямо в мозг человеку. К сожалению, некоторые кадры тут забанят и поэтому они будут в телеграм-канале. Так вот, несколько дней назад этот человек полностью выздоровел и произошло то, чего никто не ожидал. Он смог управлять курсором мышки и нажимать на кнопки на мониторе силой своей мысли. Получается, что его мозг и компьютер теперь работают в симбиозе, то есть как одно целое. Но подумайте о том, что бы было, если сигнал шел не из мозга в компьютер, а компьютер посылал сигналы в мозг. В таком случае компьютер бы говорил человеку, что делать, а не наоборот. И вот мы подходим к сути. Мог бы компьютер приказать человеку просто отключить страх? В таком случае весь мир для человека просто бы изменился. Можно спокойно посылать гопников, прыгать с большой высоты в воду и не бояться темноты. Но вот только вопрос в том, захочет ли компьютер посылать именно такой сигнал? Или он сделает что-то, что ему более выгодно? По сути, страх это просто инструмент. И если подобрать правильные рычаги давления, то с помощью страха можно управлять целыми толпами. Кому как не нам это знать. И вот вы же понимаете, что для нейросети это не составит ни малейшего труда. Потому что если она поймет, как устроен страх человека и как устроены фобии, то она сможет создать еще миллионы фобий и миллионы страхов. Ну а что она сделает дальше, это большой вопрос. Но пока чипы только на стадии разработки, мы пожалуй немного более углубимся в понятие страха. Эти рисунки нарисовали люди, которые страдают теми или иными психорасстройствами. Например, вот этого пациента с шизофренией попросили нарисовать то, как бы он хотел, чтобы он выглядел в идеале. Какой-то аниме пацан. Окей. Потом его попросили нарисовать то, как он сейчас видит себя. Что очень сильно отличалось от первого рисунка. Но в самом конце эксперимента врач попросил нарисовать то, что он испытывает в самые худшие эпизоды болезни. И вот самое пугающее в том, что рисунок это по сути единственное, что больше всего описывает то, что у него в голове. И если мы сейчас просто посмотрели на это и забыли, то пациент испытывает это каждый день. Посмотрите на видео, которое создал чувак, который болеет шизофренией. Он попытался максимально правдоподобно его обработать, чтобы мы понимали, что он испытывает каждый день. Ну если с этими картинками в принципе все понятно, да, они видят каких-то странных типов. Но что можно понять по вот этой картинке? Ее нарисовал пациент с деменцией, точнее с полной потерей памяти. Можете поставить на паузу и попробовать понять в чем суть. На самом деле все просто, это базовый эксперимент «Дом, дерево, человек». В здоровом случае рисунок пациента должен выглядеть примерно вот так. Но на этом рисунке мы видим, что в окнах дома полная темнота. Дерево скорее похоже на палку, которая подпирает крышу. Но самое жуткое, что человека в принципе нет на рисунке. А теперь внимание, это была самая крайняя стадия деменции, то есть полная потеря памяти. Через два дня этой пациентке не стало. То есть она не нарисовала себя, потому что она в принципе забыла, кем она является. Но если мы так боимся страха, то почему мы продолжаем смотреть все эти страшные видео? Сейчас вы все поймете. Просто послушайте эту историю. На часах 5.35 утра, но я уже давно проснулась. Я лежу просто на кровати. Но самое страшное в том, что мои родители тоже здесь. Они смотрят на меня. А я могу лишь отводить взгляд изо всех сил, стараясь не закричать от ужаса. Сильно пахнет кровью. Девочка написала это своей подруге, после чего вышла из сети. Но к сожалению подруга уже спала и ничего ей не ответила. И когда на утро она проснулась и взяла свой телефон, чтобы проверить сообщение, то там было это. Только что я еле выбежала из комнаты и побежала к себе. Я не знаю, что происходит. Кажется, мои родители уже не живы. Я слышу, как будто бы в комнате родителей есть еще кто-то. И он не собирается уходить. В следующем сообщении она написала то, что это нечто посадило ее родителей прямо напротив ее комнаты. Маму на стул, а отца лицом прямо к ней. Следом после этого она принялась рисовать что-то на стене. В комнате было полностью темно, но ее глаза со временем привыкли к темноте, и она смогла кое-что разобрать. Она понимала, что родителей уже не вернуть, но она надеялась, что хотя бы ей удастся выжить. Она была в ужасе даже от мысли о том, чтобы прочитать эту надпись на стене. Но все равно интерес преобладал. Все же она решила прочитать надпись, и там было написано «Я знаю, что ты проснулась». Давайте так. Вы же с первых секунд поняли, что это все просто крипипаста, и правды здесь нет ни одного процента. Тогда что вас заставило дослушать до конца эту историю? Все дело в том, что как бы вам страшно не было, при просмотре любого фильма или видео, вы все равно понимаете, что с вами ничего не произойдет. Ведь вы просто сидите на стуле. Плюс ко всему, пока вы смотрите ужастик и пугаетесь, в ваших надпочечниках выделяется чистый адреналин, который придает вам силу и уверенность. Но что если будут такие фильмы ужасов, которые на 100% смогут обмануть ваш мозг? Заставить его на 100% поверить в то, что все реально? Ведь учитывая то, что у нас уже появляются подобные чипы, это вполне может стать реальностью. Но давайте так. По-любому же есть кто-то, кто впервые придумал такое понятие, как страх. Кто виновен во всех ваших ночных кошмарах? Не переживайте, я нашел того, на кого можно спихнуть всю вину. Еще до Бэкрумса с его бесконечными туннелями, до сиреноголовых из кибиди туалетов, до фильмов ужасов и прочих пугалок было вот это. Это самый первый фильм в жанре ужасов 1896 года. Его снял Жорж Мельес. Этот фильм полностью немой и длится всего 3 минуты. Не страшно? Полностью согласен. Но подумайте о том, что было ли страшно тем людям, которые смотрели его в том году? Конечно да, в то время еще даже такого понятия, как ужас, не было. Тогда появилась какая-то книга, которую написал Сёрен Кейеркегор. Не знаю, что больше страшно, его книга или фамилия. Но он в первый раз обозначил, что такое страх в принципе. Тогда все и началось. Так что если сегодня ночью вы обоссытесь от страха в своей кровати, то это все к нему, не ко мне. Кстати, многие допускают ошибку, думая, что паническая атака это просто вымысел. Так вот, посмотрите на то, что происходит с человеком в момент панической атаки. Я был сам таким до того, как у меня не произошла она в первый раз. Мы же все прекрасно понимаем, что страх темноты, например, или большой высоты, это нормально. Потому что это заложено в нас природой. Но откуда тогда берутся страхи пупырышек или красных стаканов? Или каких-то грубых отверстий в лотосе? Разве это может нам принести вред? И вот самое странное в том, что люди, которые болеют различными фобиями, они прекрасно понимают, что это все безобидные вещи. Если заглянуть в самый корень проблемы, то что заставляет наш мозг подавать сигнал к страху, если мы понимаем, что капля воды нам не причинит вреда? Смотрите, например, вы встали не с той ноги сегодня и целый день у вас фоновый стресс, непонятно из-за чего. Может быть какие-то далекие мысли на подсознании. То есть вы перманентно целый день испытываете стресс. И вот в самый пик этого стресса, например, вам в рот из вашей же головы попадает волосинка. Конечно, она вас бесит, вы достаете ее изо рта и выкидываете. И вот если в этот момент все пазлы в вашем мозге, так сказать, сложатся, то он свяжет эту проблему стресса с тем, что вам в рот попала волосинка. И вот вы даже не заметили, как ваш мозг просто сгрузил проблему стресса и нашел, так сказать, виноватого. А виноватый это волосинка в вашем рту. И с этого момента образуется фобия, и каждый раз, когда хоть какая-то волосинка попадет вам в рот, или вы просто увидите волосы, вы будете испытывать паническую атаку. И вот пока вы не разберетесь в своих мыслях и не поймете, что именно было триггером того стресса, вы не сможете избавиться от этой фобии. Наверное. Может быть я наперел. Итак, небольшая история, чтобы вы понимали, что вообще было со мной, когда это произошло. Мне было лет 18, я был еще молодым и неопытным шкетом, который устроился на практически первую работу. Конечно же, конечно же, на работе было очень много стресса, который шел от руководства, которое постоянно меня шпыняло. В один прекрасный момент, когда я спокойненько сидел себе и наминал свое хрючево на работе, подходит одна бабуля, заведующая этой всей швейной фабрики и говорит мне. Товарищ, из-за тебя испортился целый комплект одежды. После этого, каждый раз, когда я попытался просто притронуться к еде, или даже подумать о том, что я буду есть, у меня начиналась необъяснимая паника. Ты просто не знаешь, куда себя деть. Ты понимаешь, что тебе нужно поесть, но ты не можешь этого сделать. Это просто не объяснить. Потому что ты просто не знаешь, как это остановить. Если ты боишься темноты, ты можешь просто выйти из нее, и тебе не будет страшно. Но когда у тебя паническая атака, ты не знаешь, что тебе нужно сделать, для того, чтобы страх закончился. Конечно, небольшой плюс. Можно отлично похудеть на этой фобии. Закончилось все тем, что я просто обесценил эту проблему. Но представьте, что существует фобия фобий. То есть фобия того, что ты боишься заразиться фобией. Получается замкнутый круг. Человек просто тонет в своем сознании и боится того, чего по факту даже не существует. Этот человек уже на протяжении трех лет видит все лица людей примерно вот так. Этот рисунок был составлен как фоторобот, по его словам. Причем странное в том, что все остальное, деревья, машины, траву, он видит нормально. Даже лица людей на фотографиях он тоже видит нормально. Но когда к нему подходит любой человек вживую, в жизни, то вместо его нормального лица он видит какого-то демона. Существует такая болезнь и она очень редкая, но обычно это проходит за несколько дней. Но у этого человека это длится три года. Знаете, на самом деле самое главное, чтобы не оказалось так, что это мы с вами видим людей искаженными. А он такими, как они есть на самом деле. Но согласен, не у всех, кому попадает волосинка в рот, сразу появляется фобия. Все дело в том, насколько будет устойчива ваша психика. Насколько она сможет дольше справляться со стрессом. Или в принципе игнорировать его. Так вот, вам к сведению, мы нашли еще одного виновного в ваших страхах. Как бы это ни было неожиданно, это ваши родители. Потому что именно они ответственны за формирование вашей психики в ранние годы. Так что, виноват ли в ваших страхах вот этот чувак или ваши родители, тут нужно еще поспорить. Мы отличаемся от обезьяны тем, что наш мозг способен вместить в себя огромное количество разной информации. Ну а ответственность наша в том, чтобы научиться справляться и обрабатывать эту информацию так, чтобы не сойти с ума. Иначе, вы обезьяна. Ну а я, конечно же, кто? Совершенно верно, Михаил. На телеграм, конечно же, что? Надо подписаться. Ну и, конечно же, занимайтесь своим психологическим здоровьем, потому что это как никогда важно. Это новое страшное видео. Попрошу вас всех не обкакаться. Ну а коли захочется в туалет, попрошу написать в комментариях.